Друзья, всем добрый день. Добро пожаловать на наш вебинар, посвященный Microsoft Undex-систему от компании EGASET. Меня зовут Максим Васильхин. Давайте сначала проверим, все ли нас слышат, все ли нас видят. Слышно ли нас? Поставьте что-нибудь в чатике. Плюсик, например. Вот, отлично. Так, и нас видно. Правильно я понимаю? Друзья, отлично. Так, будем считать, что со связью у нас все хорошо. Хочу вам представить наших сегодняшних гостей. Это представители компании EGASET в России. Это Петр Тюрин. Здравствуйте. И Евгений Минаев. Ну, собственно, друзья, предлагаю начать. Петр, вам слово. Коллеги, партнеры, все слушающие, добрый день. Меня зовут Петр Тюрин. Я являюсь менеджером по развитию бизнеса компании EGASET в России. И сегодня я здесь не случайно. Дело в том, что не так давно компания EGASET и компания Appymatica подписали соглашение о сотрудничестве. Надеюсь, взаимовыгодном и, самое главное, так скажем, длительном и перспективном. Во-первых, хотел вас всех поблагодарить за то, что присоединение к сегодняшней нашей конференции. Для себя я ставлю задачу данного мероприятия о том, чтобы донести информацию о нашей компании, о нашем продукте, о нашей системе авторизации. Все то, о чем сегодня вы узнаете. Максим обозначил нашу главную тему, как EGASET Pro, Microsoft и EGASET системы. Но уверяю вас, что сегодня мы коснемся не только этих тем, а также перспектив российского рынка, перспектив компании EGASET на российском рынке, нашей текущей продуктовой линейке, наших перспективах. Потому как, помимо Microsoft и EGASET системы, сегодня также вкратце коснемся и нашей выходящей в середине следующего года линейки проводных IP аппаратов, умного дома от компании EGASET, нашего направления смартфонов и так далее и тому подобное. Я предлагаю, так как мы уже здесь все собрались, я предлагаю наслаждаться сегодняшним мероприятием. Я также хотел бы вам предложить такой формат. Сейчас мы с Женей расскажем презентацию, после которой мы будем с радостью готовы ответить на любые ваши вопросы. Тем не менее, можете задавать ваши вопросы онлайн в чат. Будем стараться на них оперативно отвечать. Ну что же, поехали. Расскажу немного о компании EGASET. EGASET, скорее всего, вы о нас уже достаточно давно знаете, многие из вас даже нас продавали, либо имеют наши аппараты дома. Это моя работа, поэтому о компании придется рассказать. Также гостя вас модельного варианта EGASET PRO и система авторизации по нашим продуктам. Итак, компания EGASET. 1993 год стал для нас, скажем так, ключевым или достаточно много значим для нашей компании, потому как он ознаменовался началом производства DEC-аппаратов в рамках концерна Siemens. В 2011 году был запущен бренд GIGASET, под которым на текущий момент производится достаточно широкий ассортимент продукции, начиная от PRO-систем, ориентированных в первую очередь на home office, о которых мы сегодня детально поговорим. Также направление смартфонов, домашних аналоговых телефонов и очень-очень много чего еще. Скажу сразу, что главным, наверное, и наиболее отличительной чертой нашей компании является то, что мы, на самом деле, являемся немецким производителем. И на данных слайдах вы видите то, как выглядит наш завод. Находится который в Германии, в городе Бохаль. Завод практически на 100% автоматизирован. То есть персонал завода – это буквально ограниченное количество людей, которые занимаются контролем качества и, скажем так, утром запускают автоматическую линию производства, вечером ее останавливают. В чем, скажем так, отличие от ключевых наших конкурентов, в чем наша стратегия и видение? Как я уже сказал, мы являемся немецким производителем. Коллеги, одну секундочку поступило сообщение, что нет звука. Сейчас попытаемся решить этот вопрос. Я так понимаю, задержки есть с видео и задержки со звуком. Коллеги, дайте, пожалуйста, комментарии, что происходит сейчас. Ну, я так понимаю. Спасибо. Я так понимаю, что все в порядке. Да, продолжаем. Компания «Гигасет» с самого начала своего, так скажем, основания всегда ориентировалась на, так скажем, премиальность наших продуктов, премиальность наших решений. И эту тенденцию мы несем по текущий день, ориентируясь на максимальное качество, на по-настоящему немецкий качественный дизайн и передовые инновационные технологии. Теперь я предлагаю дать слово моему коллеге Евгению Минаеву, который в деталях расскажет. Звук ужас, жаль. С нашими аппаратами, с нашими аппаратами такого не будет. Ну, в любом случае, коллеги, я предлагаю продолжать. Евгений расскажет о нашей линейке, о наших продуктах в двух словах. В любом случае, коллеги, если какие-то сложности сейчас со звуком, либо с видео есть, по результатам данного мероприятия, эту презентацию вы все получите. Там также будут мои контакты, контакты Евгения по всем вопросам, касающимся коммерции. Вы можете обращаться либо ко мне, либо к Максиму, потому как, так скажем, наши отношения уже начались. И забегая вперед, скажу, что у компании «Опиматика» уже есть стоп по нашим продуктам, и уже сейчас вы можете размещать свои заказы при необходимости. Либо получить техническую, либо консультацию от меня или для Жени. Итак, слово «Женя». Тишина. Жаль, коллеги, очень жаль. Так, я думаю, сейчас оперативно с этим разберемся. Лучше, наверное, попробую сначала решить. Коллеги, нам нужна пауза, две минуты. Мы, с своей стороны, попытаемся решить вопрос технический со звуком, с видео. Звук прерывается. Попробовать обновить ссылку, если вы меня слышите, попробуйте это сделать. И, пожалуйста, отпишите о результатах, если у кого-то есть возможность. Прекрасно. Слышу, что звук должен быть хорошо. Может, наоборот, видео отключить? Да, шо. А наши, как я, только то, которое у него на канал пишет. Звук хороший. Так, коллеги, давайте по последнее адресирование оборудования. Все ли сейчас в порядке? Слышно ли нормально? Есть ли прерывания? Дайте комментарий, пожалуйста. Если что, попытаемся... Говорить медленнее и громче. Может быть, поможет. Так, ну, я надеюсь... Все плохо. Все плохо. Все отлично. Так, предлагаю, Женя, на самом деле... Продолжить. Продолжить, да. А я попробую... Попробуем оперативную проблему решить. Да, послушаем, может быть, у коллег. Как мне слышно? Плакально, там проблем не будет. Окей, коллеги, мы продолжаем. Несмотря ни на что. Да. Коллеги, попробуем. Я постараюсь говорить медленнее. Может быть, это в лучшую сторону повлияет. На слайде, который вы видите, представлена текущая линейка оборудования, которая у нас есть в портфолио GIGASET PRO. В нижней части, в средней и в нижней части. В верхней части вы видите телефоны. Окошко называется Maxwell. Это вся линейка у нас будет иметь название Maxwell. От Maxwell Basic, соответственно, самого простого. В плане комплектации и функций до Maxwell 10. Телефоны эти пока, начну сверху. Телефоны пока проводные, недоступны российскому рынку, хотя уже начали продаваться в Германии. В принципе, ознакомиться с ними можно пока в интернете. Я надеюсь, что где-то, наверное, со второго квартала следующего года у нас появятся эти телефоны и в России также. Что касается технических характеристик, они очень похожи на знакомые вам, наверное, аппараты Елинка. Того же самого. В Maxwell 10 единственном, наверное, отличается, потому что этот телефон является, по сути, планшетом Android в плане интерфейса пользователя. С приложениями GIGASET специально разработанными. Есть две комплектации с DECT трубкой и с проводной трубкой. Весомое такое исполнение. Телефон стоит на железной подставке весом, наверное, килограмма полтора. То есть его сдвинуть просто так и не получится. Очевидно, что качественная техника, как только вы увидите и потрогаете своими руками. Но, опять же, углубляться смысла нет в Maxwell, пока он не появится. Потому что, возможно, какие-то будут еще изменения в функциях и так далее. Что касается основной темы сегодняшнего нашего мероприятия, это микросотовая система. Она представлена посередине, в центральном окошке. Система называется N720. Состоит из двух модулей. N720 DECT Manager и N720 IP Pro. По техническим характеристикам чуть дальше, если я не ошибаюсь, будет слайд. Также видно в левой части среднего окошка. Это трубки, которые в настоящий момент выпускаются и поддерживаются системой Митросотовая N720. Поддерживаются в том смысле, что подключить к системе вы можете любые трубки, которые поддерживают ГАП. ГАП-технологию. Мышка разговаривает с нами. Но, чтобы получить все функции, а это списки вызовов, удаленный доступ к спискам, уведомления разнообразные, беспроблемная синхронизация в рамках Микросоты, вам нужно будет использовать именно профессиональные трубки, которые представлены здесь. Потому что они будут подключаться по беспроводному DECT Comfort интерфейсу, соответственно, с поддержкой абсолютно всех. И в нижней части вы видите аппараты, которые в левой части, DX800, этот телефон уже представлен на российском рынке. Этот аппарат предназначен для сегмента SOHO, Small Office, Home Office. По сути, является микро-телефонной станцией, может выполнять функции самостоятельного телефонного узла в рамках какого-то маленького совсем предприятия. По сути, это является такой кнопочный проводной телефон. У него два Ethernet интерфейса, четыре одновременных VoIP-канала на оплинк наверх. Но, кроме всего прочего, у него есть внутри еще DECT-модуль, который позволяет подключить шесть дополнительных DECT-трубок. Точно так же GIGASET, либо не GIGASET. Здесь уже GIGASET PRO трубки не требуется. Он подключается с стандартными консюмерскими трубками GIGASET без проблем. И в правой части нижнего окошка система N510 IP PRO. Это также полноценно PRO решение, но не Microsoft, а Single SOTA. Работает в автономии, но поддерживает до шести репитеров, до шести дектоусилителей. Соответственно, площадь покрытия может увеличиться в семь раз, но при этом без изменения емкости голосовой. То есть поддерживает 4 Войт вызова, вне зависимости от того, сколько репитеров у вас. Нормально, да? Да, да, да. Так, я пробую. Трубка S810H. Она здесь у нас фигурирует исторически, но скорее всего в середине следующего года она уйдет с российского рынка. Потому что трубка довольно-таки давно представлена уже на рынке. И она в настоящее время заменяется на альтернативу, которая пока не представлена на рынке. Это будет либо телефон S650, либо другая какая-то модель. Пока ориентируйтесь на эту трубку как опцию для ваших возможных продаж, для ваших проектов. В принципе, на рынке пока достаточное количество. В синем окошке то, что вы видите, это цена рекомендованная RRC. Что касается структуры цены в канале, это Петя, Петр дальше потом расскажет. Или Максим, в зависимости от степени авторизации вас как партнера у компании «Айбематика» и «Егерсер». На сегодняшний день это самое дешевое. Да, это самое популярное наше решение, которое достаточно широко известно на рынке, которое пользуется большим спросом. Как Женя сказал уже, конверт был со всеми нашими моделями с поддержанием максимум функций. Единственное, коллеги, сильно ориентироваться на эту трубку не стоит, потому что, как Женя сказал, ее ждет замена. Сток, текущий по данному аппарату, не такой большой. Тем не менее, имеете данные аппарата в виду, это, скажем так, начало нашей линейки, самый нижний край. Я думаю, ее можно рассматривать для проектов, которые не являются какими-то долгоиграющими, а которые могут сыграть в течение одного месяца, когда проблем не будет. Если же вы закладываете эту трубку на перспективу полгода и дальше, скорее всего, к моменту тендера или что там, клиента, этой трубки просто не будет на рынке. Может быть, станет проблемой? Я не буду, наверное, вы уже прочитали все функции, все о ней ясно, экран цветной. Особенность наших трубок, хотел обратить внимание, это мини-джек 2,5 мм. Если это принципиально для пользователей для подключения гарнитуры, это надо учитывать. Это все наши трубки. Это сейчас в тренде, видимо, 2,5 мм. Гарнитуры профессиональные, они 2,5 мм, да, айфоны. Вот, видимо, так. SL610 трубка также представлена пока в презентации, но опять, поскольку она есть на рынке, она есть в презентации. Но эта трубка также будет меняться на трубку, которая, если не ошибаюсь, будет в следующей списке, может быть, через один слайд. Также можете ознакомиться с функционалом. Все, в принципе, насыщенные трубки наши функции, это и вибровызов, и большая адресная книга, и доступ к всем программным функциям, удаленные адресные книги. Есть особенности, это HD-звук с поддержкой HDCP KT-IQ 2.0. То есть, эту трубку KT-IQ 2.0, если вы знаете, что это такое, это развитие технологии DECT, которая позволяет операторам, уже операторам телефонии, в своем оборудовании, имеющем модуль DECT в поддержке KT-IQ, использовать трубки сторонних производителей. То есть, это, по сути, стандартизация для использования трубок сторонних производителей на сетях операторов. Ну, не знаю, насколько в тему, в плане того, чем занимаетесь вы, как партнеры, но, возможно, это будет интересно, и какой-нибудь местный оператор, возможно, заинтересуется такой особенностью. Да, если можно, я чуть-чуть дополню. По нашему опыту, хоть и заявлено совместимость с другими базами, например, но не всегда это работает хорошо. Поэтому, все-таки, мы советуем использовать трубки KT-IQ 3.0 с базовым KT-IQ 3.0. Да, конечно. Для гарантии максимального качества, это факт. Раз уж мы коснулись этого вопроса, считаю, нужно добавить, что, помимо, скажем так, про решений или решений для Small Home Office, на текущий момент линейки ГАСЭП по потребительским товарам представлены во всех федеральных сетях и региональных сетях, трубки также, скажем так, совместимы с нашими решениями, но, как сказал Евгений, не поддерживают полный функционал. При этом, скажем так, с коммерческой точки зрения могу сказать, что внедрение в проект или подключение в проекте профессиональных решений гораздо выгодно как для вас, так и для нас, так и в конечном итоге для конечного юзера. Так что просьба все-таки ориентироваться больше на именно профессиональные решения, профессиональные трубки при работе с аппаратами ГАСЭП. По своему уже техническому опыту добавлю, что клиенты некоторые есть, которые настаивают, что нет, а я возьму простую потребительскую трубку и подключу к нашей системе, потому что мне нужна только базовая телефония. Но все равно, как ни крути, всплывают нюансы, что именно по причине того, что трубка вроде бы должна поддерживать базовый функционал и все остальное работать стабильно, возникают технические нюансы, из-за которых все впечатление от системы рушится. Лучше не предлагать консюмерской трубке и всячески рекомендовать использование профессиональных трубок в решении ГИГАСЭП ПРОМ. Двигаемся дальше. Вот, собственно говоря, эта трубка, которая придет на замену SL610, уже пришла на замену SL610. Сегодня буквально я получил подтверждение, что первые 50 трубок доступны для заказа. Ожидаем в ближайшее время приход дополнительных количеств. Цена у нее самая высокая из того, что есть. Это максимальная цена. То есть вы знаете, наверняка есть некоторые конкуренты, у которых трубки зашкаливают там сильно дороже. Это же наша топовая трубка в системе ГИГАСЭП ПРО и это ее максимальная цена. Рекомендованная розница с НДС. Да. Рекомендованная розница с НДС. Почему евро везде указано? Потому что мы с компанией IPMATIC ведем взаиморасчет в рублях, но по курсу ЦП на, соответственно... О коммерции я чуть позже расскажу. Наверное, уже вы пробежались. Опять же, я не буду все зачитывать. Смысла не имеет. Большой экран особенности. Большой экран, очень эргономично, очень приятно сидящий в руке трубка. Это то, что вы не увидите в тексте на картинке. Экран пластиковый, но пластик дорогой. Очень качественный, дорогой пластик. Выглядит очень стильно, очень... Для топ-менеджеров очень хорошо будет использоваться. Друзья, свои пять копеек ставлю. Нам, скажем так, посчастливилось эту трубку подержать в руках. За несколько дней до ее прихода. Зачем он с трубком скоро придет? До ее прихода и скажу, что мое субъективное наружнение. Трубка отличная и в руке лежит хорошо. Ну и вообще чувствуется на самом деле некий статус, что ли. И что еще хотел сказать, трубки будут у нас на складе, я думаю, в начале следующей недели. И все это можно будет поддержать, потестировать. То есть мы можем дать это нашим партнерам. Субъективное тестирование перед покупкой. Многим будет интересно. Опять-таки, чуть позже мы вернемся еще к нашим, скажем так, мотивационным программам и программам способствующим подвижения. И чуть позже все узнаете в деталях. Это, собственно, ответ на последнее сообщение в чате. Это наша защищенная трубка. Была попытка немецких коллег сделать IP67. Я думаю, когда вопрос про защищенные трубки возник, значит, вы понимаете, что такое IP65. Для тех, кто не в курсе, это возможность использования данной трубки в относительно агрессивных условиях. Защита от пыли, от ударов, от попадания воды. Не помню точно. То есть там допускается какая-то направленная струя какой-то толщины без ущерба для функционала для работы трубки. Цена относительно приемлемая. Единственное, что хочется сказать, если вы намерены этими трубками торговать. Мы выходили с этими трубками с пониженной ценой в этом году. И есть великая вероятность, что процентов на 10, возможно, в евро эта цена в следующем году увеличится. Поэтому смотрите, если есть запрос в настоящее время на данный функционал защищенный, то есть мысль немножко успешить возможность заказа. Эти трубки в наличии, они у нас есть в достаточном количестве. На складе здесь. Склад у нас в России, в Шереметьево. Поэтому любой ваш заказ будет быстро обработан нами, компания IP-матик. И вы получите все довольно оперативно. Что здесь есть у нас еще? Фонарик. Замечательная функция. Мне нравится. Мой рабочий телефон. Я им пользуюсь как раз на работе. Евгений, вот сразу вопрос про фонарик. Я думаю, возникнет тоже в наших слушателях, слушателей. Фонариком, как им можно пользоваться? То есть им можно постоянно светить? Да, можно постоянно светить. Он включается отдельно кнопки, а отдельно кнопка уже выключается. То есть ли он-либо при звонке бывает? И он при звонке тоже мигает, да. То есть это светодиод обычный, который просто... Синхронизация с Google аккаунтом идет не телефонов, а идет системой как таковой. Там N720, это же самое. А трубка, она имеет возможность, если подключена кодект Комфорт, то получать уведомления о сообщениях, входящих на трубку. Пришло новое письмо, просто говоря. Сообщение выскочило. Полноценная синхронизация контактов. А, контактов из Google аккаунта. Честно, не пробовал с Google аккаунтом. В принципе, у нас есть такое приложение, называется Contact Push. Разработанное GIGASET и доступное для скачивания с сайта GIGASET. Свободное абсолютно приложение. Оно позволяет с мобильного телефона, а мобильный телефон предполагается, что уже возможно синхронизировалось с Google аккаунтом. С мобильного телефона все контакты вытащились на трубку GIGASET. То есть контакт пускаете на компьютере вашем, подключаете систему и получаете, по сути, тот же самый справочник. Это я просто затрудняюсь ответить, можно ли это сделать напрямую. Но вот таким вот способом сделать возможно. Синхронизация постоянная, при этом да, это вопрос открытый. Один раз скачать. Это сравнительная таблица трубок. Синхронизация постоянная, которая по особым, по основным пунктам. Не останавливаться пока. Система Single Sota, так называемая. Я уже говорил, что это такое. То есть 6 дополнительных трубок плюс 6 дополнительных репитеров. Репитеры не в ущерб подключенным трубкам. Единственное ограничение. Каждый репитер поддерживает 2 одновременных вызова. То есть если на базу идет 4 одновременных вызова, но 2 трубки находятся одновременно в зоне одного репитера, то третья трубка в зоне этого репитера связь не получит. Bluetooth 2.0, честно, не могу насказать на скидку. Сейчас посмотрю. Давай продолжим, можешь? Давай, я пока посмотрю. Ну вот как раз уведомление о входящем по чтению сообщений e-mail. То есть трубка, подключаемая к этим системам, будет... Трубки базы роуминга. Поддерживают. Поддерживают. N510 поддерживает роуминга с хендовером, а тут N520 поддерживает роуминг с хендовером. Питание через по Е или внешний адаптер. У данной системы, у Single Sota, в коробке идет внешний адаптер. Кто-то включил микрофон из модератора. То есть базу можно подключить к свечу Power over Ethernet, но в случае его отсутствия можно подключить через внешний адаптер. Прошу обратить внимание, что в системе Micro Sota, чуть дальше вернемся, внешнего адаптера в комплекте нет. Мы их пока не планируем завозить. Можно, в принципе, использовать... Можно использовать... с допустимым номиналом другие блоки питания. Мы просто не видим пока рынка для данных блоков питания. Существует запросов. На них запрос, чекот, не поступило ни одного. По поводу Bluetooth, уточним... Написано в дата-шите интерфейс Bluetooth, к сожалению, без его спецификации. Вот, собственно говоря, то, что я сказал. Поддержка Handower присутствует. Единственный нюанс... Единственный нюанс... Репитеры к системе N310 подключаются по звезде. То есть их нельзя выставить в цепочку. Вопрос... Ну, запомните его просто. То есть вопрос иногда возникает, и решение именно такое. Только звезда. На этом слайде уже вы видите систему нашей Microsoft. Это даже скорее некий юзкейс такой вообще системы GIGASET. Потому что здесь присутствуют в том числе и проводные телефоны E-Link. Да. Вот. То есть, в принципе, система такая гибридная получается с поддержки пользователей и проводных, и беспроводных. Что касается технических характеристик, возможностей и ограничений нашей Microsoft. Так сложилось, что в Европе и в остальном мире компаний среднего и малого бизнеса большинство, в отличие от России, то есть там получается 80% компаний среднего и малого, а у нас где-то там 20% и меньше. Поэтому решение позиционировано на SMB-сектор в Европе, что называется оно популярно. У нас компаний таких меньше, но тем не менее. К чему я все это веду? Решение для того, чтобы работало стабильно, немецкие коллеги определили пределы ее возможностей. И пределы эти выглядят как 100 одновременных пользователей, которые можно подключить в систему Microsoft. То есть уже 101 пользователь, и надо понимать, что данное решение, GIGASET, не подходит для инсталляции на сети клиента. Дублировать, параллельно ставить две системы нельзя, они будут конфликтовать. Мы просто подсекаем. Поэтому еще раз о лимитах. До 100 абонентов беспроводных. В рамках одной системы до 30 базовых станций. И до 30 звонков во внешний мир одновременно. Во внешний мир именно одновременно. Использовать можно при этом любую АТС, которая поддерживает открытую СИК-спецификацию. Немного добавлю, забегая вперед. На следующий год у нас запланирован выход нашей новой системы. Откуда название Мэйнштейн, она будет уже поддерживать до 1000 юзеров, до 1000 абонентов. Но об этом мы будем раскрывать свои карты. С течением времени, как только система будет анонсирована в Европе, дальше уже локализована под российский рынок. Но такие планы есть, и такие продукты уже на финальных статях разработки. Двое сохранить некую интригу? Да, конечно, обязательно. Функционально, я напоминаю, я вначале сказал, 30 базовых станций N720 IP, и в обязательном порядке на каждую инсталляцию присутствует DECT Manager. Функция DECT Manager – это, собственно говоря, интерфейс администратора. То есть, заходя в интерфейс администратора системы N720, манипуляции идут именно с DECT Manager. Все его настройки, все обновление ПО, все идет через DECT Manager. Он же занимается обработкой хендоверов между базами, переключением между базами, переводом звонков и так далее. Сейчас я вспомню, попытаюсь, может быть, еще что-то интересное сказать. Наверное, все, что еще интересное можно сказать про эту систему, оно будет более техническое. А на техническую тему, вероятно, есть смысл провести будет очередной вебинар, уже когда будут более технические вопросы возникают, технические специалисты участвуют. Да, друзья, планируем, возможно, успеем в этом году сделать некий такой технический вебинар. Материалов достаточно, я думаю, и нам есть что рассказать, и коллегам из Гегасета в том числе. Ну, это тема действительно отдельного вебинара. Материал я уже посмотрел, там действительно интересно, очень много информации, контектов в том числе. Идем. Да. Ну, я, наверное, небольшой самаре подведу, что хотелось, чтобы запомнилось. Первая часть нашей презентации – это то, что мы, как мы и говорим, сделаны в Германии, наш завод находится в городе Бохольт, он практически на 100% автоматизирован. Дизайн вы смогли сегодня увидеть, надеюсь, он достаточно привлекательный, хотя в курсах не спорят. По поводу функционала, еще раз хочу обратить ваше внимание, в конце презентации будут контакты Евгения, который уже, скажем так, провел обучение внутри компании «Эпиматика», и их технические специалисты могут вам подсказать, помочь, либо поделиться технической информацией. Помимо этого, уже сейчас доступен наш сайт, который посвящен именно направлению PRO, называется «GIGASET PRO.COM». Там уже вся практически готова, и практически переведена вся информация по линейке, там уже можете получить любые консультации, ну, и всегда мы на связи, мне и Евгению можете звонить, писать, если Максим и его коллеги, скажем так, не смогут дать напрямую сразу все вопросы, на все вопросы-ответы. Так, один комментарий, сейчас одну секундочку. Да, смотрите, я начал с того, что компания «GIGASET» на текущий момент ведет два направления бизнеса параллельно в России. Первый – это потребительский сегмент, где у нас есть полдистрибьюторов, туда входит, значит, вся наша линейка аналоговых аппаратов, плюс наши пользовательские IP-аппараты. Там вопрос ценорегулирования существует. Существует, и он открыт, мы постоянно боремся, и буквально вот, я, наверное, забегу немножко в прошлое, вернусь. То есть, получилось у нас два года назад, когда полностью сменилась команда «GIGASET», получилось у нас урегулировать Яндекс.Маркет, он является индикатором российского рынка и актуальных цен. На текущий момент, признаюсь, да, существует некоторый разрыв между Яндекс.Маркетом и рекомендованной розничной цены по нашим консюмерским аппаратам, но это часть консюмерская. Что касается профессиональных решений, то, как мы это себе видим, и в чем я практически не занимаюсь. На текущий момент в пуле наших дистрибьюторов по профессиональным решениям только два клиента, что говорит один из них компания «Эпиматика», что говорит о том, что мы, так скажем, имеем достаточно четкий и жесткий контроль всего того, что происходит в канале. Мы гарантируем, что, значит, тот уровень цен, который мы сегодня объявляем, не должен провалиться на Яндекс.Маркет, и мы будем с этим постоянно бороться, потому как понимаем, что, так скажем, профессиональное решение B2B направления совершенно другое, и никакого отношения к потребительским, скажем так, направлениям не имеет. И об этом как раз я хотел бы вам рассказать в своей следующей части, это система авторизации, которая именно нам и позволяет по текущий момент контролировать уровень маржинальности в канале, начиная с дистрибьюторов, заканчивая интегратором, рестеллером. И, собственно, всем нам успешно, благополучно и немало зарабатывать. Поэтому я думаю, что в ходе второй части презентации вы для себя некоторые выводы сделаете. Хотелось бы также, естественно, услышать ваше мнение или обратную связь в той системе, в которую мы предлагаем вам вступить, в которую мы предлагаем играть. Надеюсь, что на все ваши вопросы могу ответить. Еще раз возвращаясь немного к технической точке зрения и линейке, то в текущем году, вот уже в декабре, начались продажи линейки наших смартфонов в Европе, в Германии. Я полагаю, что в следующем году мы также запускаем эту линейку на российском рынке. Плюс уже выпущена или находится в стадии выпуска линейка роутеров Gigaset, система «Умный дом», плюс потребительские решения, плюс профессиональные решения или решения для хоум-офиса, плюс линейка проводных аппаратов, плюс мультиселл-система до 1000 юзеров. Это все наше будущее. Мы очень много средств вкладываем в research and development, то есть в разработку, в новые технологии, в новые продукты. Ну а теперь перейдем к омерции. Наверное, самая полезная или самая интересная часть, потому что то, как мы будем зарабатывать, в конечном итоге наиболее важной составляющей взаимоотношений является. Итак, компания Gigaset разработала свою систему, которая по большому счету не сильно отличается от систем прочих производителей, потому как они доказали свою губернатспособность и эффективность работы. Всего у нас существует, на текущий момент, как я сказал, два дистрибьютора. Пул их расширять мы не собираемся. Это компания Trialan, компания Epimatico. Что касается второго уровня, то здесь мы видим всех наших партнеров, а именно интеграторов, реселлеров и прочих наших партнеров на трех уровнях. Первый уровень – это уровень авторизованного партнера. Второй уровень – это серебряный уровень партнера. И третий – максимальный золотой. По большому счету, критерий для перехода с одного уровня на другой не так много. И я вас уверяю, что они крайне достижимые, реалистичные. И совместно, я думаю, что у вас будет совместно с нами и с компанией Epimatico у вас будет возможность подниматься по этой лестнице вверх. Обозначить, что для того, чтобы попасть на авторизованный уровень, партнеру необходимо лишь обратиться в компанию Epimatico, заявить о своем интересе. И таким образом компания попадает на уровень авторизованного партнера. Естественно, мы хотели бы, чтобы в вашем штате был специализированный менеджер, либо менеджер по продажам, который разбирается в нашей технике и может дать краткую техническую консультацию, либо краткое техническое описание по продуктам. Также нам хотелось бы, чтобы в вашем штате был как минимум один технический специалист, который в случае необходимости может выехать на объект, провести консультацию, обозначить тот, скажем так, набор оборудования, который подходит для текущей задачи. Также, забегая вперед, хочу сказать, что у нас есть инструментарий для проведения радиолокации, о котором расскажет чуть позже Женя. Этот также будет являться и бонусом для наших партнеров максимального уровня и, скажем так, поможет подобрать оптимальный комплект оборудования. Что касается требований, как я уже сказал, то для попадания на второй или серебряный уровень нужно сделать не менее 10 проектов в год. Проектом мы считаем ДЭК-менеджер, его... Кстати, коллеги, я также хочу обратить ваше внимание на очень один тонкий, но очень важный момент. Для того, чтобы зарегистрировать ваш проект в нашей системе, вам необходимо связаться с вашим менеджером компании Appymatic либо нашим вторым дистрибьютором, сообщить название конечного заказчика, указать его сайт. Это необходимо для того, чтобы мы могли закрепить данный проект за вами. Поверьте, что интереса нам, как производителя, лезть в проект совершенно никакого нет. Мы полностью перекладываем, так скажем, эту функцию на плечи наших дистрибьюторов, наших интеграторов, наших реселлеров, наших партнеров, за что, собственно, мы и предлагаем определенные достаточно неплохие уровни маржи. Вся эта система нацелена на единственную задачу, а именно гарантирование и предоставление вам, как нашим партнерам, максимального уровня маржинальности по продуктам Гегасет. Защита проектов. Да, это защита проектов, если одним словом говорить. Для того, чтобы попасть на золотой уровень, необходимо сделать не менее 20 проектов в год. Следующий слайд посвящен уже более детальным, так скажем, детально нашим требованиям к партнерам, ну, опять-таки, и их плюсам, которые они приобретают. Я уже сказал о регистрации партнера. Это крайне важно. Это позволяет нам фиксировать проект за клиентом, клиенту быть уверенным, что в его проект никто не влезет, не будет снова демпинга. Соответственно, он может быть уверен, что он может разрабатывать клиента и ввести его до конца. Я уже говорил о том, что хотелось бы, чтобы в вашем штате был как минимум один специалист по СУЗовой части и один технический специалист для консультирования. Тем не менее, мы и специалисты компании «Эпиматика» взяли к вашим услугам. На протяжении всего, так скажем, нашего обозримого будущего мы будем проводить вебинары, будем проводить семинары, будем проводить региональные мероприятия в Москве, на которые мы будем приглашать как конечных заказчиков, так и ваших наших партнеров, будем делиться информацией о новинках, о, скажем, статусах, о перспективах и так далее. Пожалуй, главным критерием в авторизации является открытость отношений. Дело в том, что, к сожалению, у нас в прошлом был уже опыт, когда нам пришлось прощаться с партнерами, но, скажем так, каждый раз, когда мы с кем-то прощаемся, мы что-то новое для себя приобретаем. Я думаю, так же, как и вы. Поэтому открытость, честность – это те моменты, которые являются гораздо, скажем, более важными для нас, нежели вот эти вот критерии авторизации, которые здесь перечислены. Если все мы соблюдаем элементарные правила, нас ждет заработок вместе с гигасами автоматиками. Но у нас есть не только требования, также мы готовы инвестировать и в нас, и в наших клиентов, и в наших партнеров продукты. И помимо того, что я уже перечислил, у нас будет достаточно много маркетинговых разных инициатив. Например, демопрограмма, в ходе которой мы будем прилагать наше оборудование, вам, как нашим партнерам, приобретать по определенной, с определенным дисконтом, для того, чтобы могли его иметь в офисе и могли демонстрировать его своим конечному заказчику визуально и, так скажем, показать весь функционал нашего оборудования. Сейчас, извините, сейчас дорабатывается наш сайт, на котором вы также сможете аккуративно регистрировать проекты, получать любую информацию. Есть уже функционирующий сайт GIGASAT-Wiki, на котором есть все информационные листы по продуктам, есть примеры использования нашего оборудования, уже которые, так скажем, реализованы наши проекты. Вся техническая информация также доступна. Мы готовы со своей стороны проводить тренинги и для ваших конечных заказчиков, так скажем, с максимальной технической экспертизой, с нашим опытом, пожалуйста, обращайтесь. Об этом я уже тоже говорил, можно смело пропускать. Что касается промо и продвижения. Дело в том, что мы будем вкладываться не только в R&D или, как говорится, новые продукты, но и будем продвигать наш бренд. Несмотря на то, что, как я уже говорил, наша доля по потребительским продуктам на российском рынке достаточно велика, а в Европе она является превалирующей, перевалена за 35%, то, скажем так, узнаваемость нашего бренда в лице потребителей достаточно высока. Она ассоциируется в основном с высоким качеством, с немецким качеством, симпатичным дизайном и, естественно, долгосрочной, долговечностью наших продуктов. Тем не менее, развивать восприятие бренда мы будем продолжать, будем печататься и онлайн, и, скажем так, в офлайн-изданиях, будем запускать некоторые программы о и демокомплекте. Но это сейчас все в разработке. Я думаю, что начнем следующий год уже именно с таких конкретных предложений для конкретных партнеров, с конкретными решениями и идеями. Есть опять о портале. На нем вы сможете, как я сказал, всю информацию получить. Он пока не активен, то есть там пока искать нечего, ни портала, ни информации. Пока немецкие коллеги его разрабатывают, но скоро, я надеюсь, он запустится. Да, каждому из партнеров будет присоединен свой логин-пароль, у вас будет доступ к порталу. Об этом чуть позже, как только все это будет доработано, мы вам обязательно сообщим. Здесь опять немного о портале. В Европе все партнеры довольны, все пользуются постоянно и стабильно, не обращаясь, так скажем, технически нашим специалистам. Собственно, еще раз возвращаясь к системе авторизации, существует три уровня. Первый уровень – авторизованный партнер. Для того, чтобы стать авторизованным партнером, пожалуйста, обращайтесь к вашему менеджеру компании «Эпиматика», он вам даст тот уровень цен, о котором я сейчас скажу. И значит, если говорить о коммерции в сухих цифрах, то авторизованный партнер – это минус 25% от РРЦ, серебряный партнер – это минус 30% от РРЦ, и золотой партнер – это минус 35% от РРЦ. Как я уже сказал, наши требования минимальны. Открытость, честность, предоставление информации о конечном заказчике, конфиденциальность которой мы и компания «Эпиматика» гарантируют, и плюс, скажем так, ваша вера в то, что с нами можно заработать, и ваши определенные компетенции в решении «Эпиматика» с «Эпиматика». Да, Максим, наверное, хотелось бы добавить. Буквально пару слов. Хотел обратить внимание, что сейчас на старте нашего сотрудничества «Эпиматика» с «Эпиматика» нашим партнерам действительно дается скажем так, уникальная возможность сразу стать авторизированным партнером по продукции «Гегасет». Я не знаю, как долго будет действовать, скажем так, эта акция. Я думаю, что до конца года, как минимум, все партнеры, обратившиеся к нам либо к Максиму напрямую, становятся нашими авторизованными партнерами, как я уже сказал, для того, чтобы пройти обучение, нужно всего лишь присоединиться к одному из таких вебинаров, либо получить нашу презентацию по продуктам. Мы со своей стороны всегда готовы ответить на тех вопросов, коммерческих вопросов. Да, Максим, извините, перебил. Да, в принципе, я уже сказал, пожалуйста. Небольшой summary. Что мы, кто мы. «Гегасет» фокусируется на решениях на текущий момент, до конца, скажем так, текущего года, и, возможно, в середине следующего года. Мы фокусируемся, являемся гарантированными профессионалами с хорошим опытом именно в сегменте SOFA и SMB, да. Если говорить о том, куда, кому и кто наш, конечно, заказчик, то здесь ассортимент, ну и скажем так, выбор огромен, это начиная там автосервисов, автосалонов, стоматологий и подобных родов бизнеса, наша система на текущий момент позволяет покрывать. Плюс, как Женя уже говорил, до 100 абонентов в системе это все на шкле. Бренд «Гегасет» достаточно известен, иногда шутят то, что широко известен в узких кругах, да, но тем не менее технические специалисты во всех компаниях принимают решения о том или ином выборе оборудования и поставщика своего. Поэтому в этом плане за нами очень большая история, большой опыт и надеюсь у всех исключительно положительный опыт работы с нашим оборудованием. Помимо этого очень важно является то, что мы совместимы с большинством производителей АТС и сторонних производителей. Об этом уже Женя говорил, вся информация и полный чарт находится на нашем сайте, при необходимости готов вам разослать, чтобы вы понимали, так скажем, где можно нас пристроить вместе со сторонними производителями. Ну, пожалуй, наверное, это все. Коллеги, я готов, Евгений готов, Максим готов ответить на все вопросы ваши, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Если сегодня не сможем ответить на все, пожалуйста, пишите в почту, вот наши контакты всегда готовы, всегда открыты. Что касается склада, то уже на данный момент он присутствует в компании Абиматика, поэтому обращайтесь, всегда рады. Всем успехов, хороших продаж. Спасибо, вот у нас уже появился вопрос, вот Сергей, давайте сначала ответим на первый. Какие критерии классификации проекта? Ну, давайте я попробую ответить на критерии классификации проекта. У нас было определенное обсуждение на эту тему, как сделать так, чтобы партнер не чувствовал себя излишне нагруженным какими-то задачами, в ущерб продажам, не усложнять ему жизнь и одновременно иметь возможность все-таки защищать действия партнера в их продажах. Мы поэтому определились пока следующим образом. Защиту проекта мы осуществляем, если в проекте, Петя уже сказал это один раз, если в проекте фигурирует хотя бы, не хотя бы, если в проекте фигурирует один дект-менеджер. То есть мы осуществляем защиту проекта для технически сложных решений, которые не являются быстрыми продажами. Здесь продажа таких систем это может занимать месяц, другой и так далее. И здесь в таких ситуациях, в таких длинных сроках велика вероятность, что успеет влезть какой-нибудь ваш конкурент шустрый, но не приложивший усилия к разработке данного проекта и попытается с какой-то скидкой влезть к клиенту и осуществить эту продажу. Что касается быстрых продаж, а это N510 решения и так далее, они относительно быстрые. Мы пока что на данный момент не видим необходимости в регистрации данных проектов по обозначенным уже причинам. Они подажи быстрые и все-таки с ними проще. Если вы считаете, что нам нужно что-то скорректировать, мы опять же мы открыты для вашей конструктивной критики, предлагайте, готовы обсуждать, как это лучше сделать, если у вас несколько другое видение. Если же вы, допустим, докупаете IP-базы в уже установленные вами решения, где уже дек-менеджер стоит, опять же, нет необходимости делать регистрацию проекта, мы пока не видим в этой необходимости. это я надеюсь ответил. Да, там еще надо ответить. Пока Евгений не читает вопрос, хочу еще немножко добавить, что по проектам, опять же, как их классифицировать, эти все моменты обсуждаемы. То есть есть какие-то моменты, которые мы сейчас не озвучили, контакты опять же перед вами, контакты IP-матики, пишите, можем встретиться, поговорить, все обсудить. Евгений еще один вопрос взял, я попал кругу, где есть вопрос. Я не совсем понял, первый вопрос, возможно, это имеет какое-то отношение к консюнерским продуктам на PSTN, на FOP, но не на CP, честно говоря. Если такое возникает на CP, я допускаю, что это возможно проблемы не гигасет совместимости с какими-нибудь отрезками, так вот в лоб вам не могу сказать, что у меня есть какой-то набор кейсов написывающих данных проблематиков, я не помню, чтобы на это договорились. Не совсем адекватный интерфейс, оставляйте на свой телефон делать, правда, не могу ничего сказать насчет адекватности, клиенты считают наш интерфейс очень удобным, Microsoft настраивается максимально просто, максимально быстро, без каких-то сложностей. Дело привычки, просто если вы привыкли к Panasonic, вам сложно переключиться на GIGASET, но с тем же успехом привыкнув к GIGASET, вы не переключитесь на Panasonic. Не могу сказать насчет адекватности, что-либо еще. Мешает также попытка GIGASET совместить телефоны с Mini-ATS, я не совсем понял вопрос, поясните, пожалуйста, что это уникальная конкуренция, возможно, но Dx700 может там совместить телефон, если вы знаете. Сергей, вопросы достаточно интересные, я вам предлагаю может быть это в письменном виде оформить, я думаю, все это обсудим. Пожалуйста, пожалуйста, а потом разошлем. Друзья, у нас на сегодняшний день практически уникальная возможность задать вопрос онлайн представителям GIGASET, в том числе технические вопросы можно Евгению задать, он на все ответит. Если я правильно понимаю вопрос Сергея, это как раз внутренний ганимализм так называемый, когда мы за счет нашего ассортимента поглощаем ваши продажи меня здесь что можно сказать такова наша стратегия таков наш пульс такова наша линейка за счет такого ассортимента мы пытаемся закрыть все ниши которые только возможно надеюсь что для вас это не минус а наоборот возможность и предлагаю именно так наш ассортимент модели которые скорее всего сейчас задаются вопросы для x800 так его рассматривать давайте я немножко скажу может быть если я правильно понял если разговор идет о dx800 а под описание Сергея подпадает только dx800 то у данной модели есть несколько нюансов во-первых на этой модели вам в взаимодействии с тематикой заработать будет сложно по той простой причине что эта линейка что этот телефон представлен в консюмерском прайс-листе на открытом рынке уже очень давно ценник там убит сильно позиционирование данного решения это только SOHO больше никуда с этим телефоном не пойти и если рассматривать функции микро или мини АТС это именно только сегмент SOHO то есть какой-нибудь адвокатская контора или что-нибудь такое очень маленькое бороться с этой системой можно если говорить о том чтобы предлагать GIGASET PRO потому что система DX800 она относительно старая если не ошибаюсь ей лет 4 или 5 лет уже она не развивается то есть она есть она выполняет функции серебронии но если людям требуются дополнительные функции которые доступны в GIGASET PRO то в DX800 их не будет в частности элементарно не 100% поддерживается кириллица и для многих клиентов это может быть принципиальным моментом я рассчитываю что этот телефон в ближайшем будущем на с рынка уйдет отвечая на вопрос последний вопрос Сергея все зависит от хотел клиента так можно выразиться от технических требований не всегда GIGASET может заменить наши станции не останутся они далеко не всегда поэтому это вопрос выбора заказчиков в первую очередь ну что друзья насколько я понимаю живых вопросов больше нет на сим предлагаю закончить еще раз хочу сказать спасибо представителям GIGASET Петру Евгению надеюсь всем было интересно мы готовы к разговору пишите читайте нас и ждем вас на следующих вебинарах коллеги еще раз спасибо еще раз поздравляю компания PEMATICA всем успехов всем хороших продаж в этом году и в следующем удачи всего доброго с Новым годом с наступающим с Новым годом